Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас разговор пойдет снова про огурцы, потому что огурцы у нас такой особый овощ. И вот из-за очень-очень короткого срока созревания, то есть сегодня он цветет, завтра уже у него зависть, послезавтра уже у него плодик. И вот из-за этого, из-за того, что за 2-3 дня он успевает сформировать свой плод, я уже говорила, что мы очень осторожно подбираем все препараты для подкормок, для обработок. Его нельзя обрабатывать никакими средствами с длительным сроком ожидания, потому что я всегда повторяю, чем мы сегодня полили огурец, завтра мы будем иметь у себя на столе в своей тарелке. Я уже говорила в предыдущих видео, что все такие более-менее опытные огородники стараются и подкармливать, и обрабатывать свои огурцы натуральными, экологически чистыми препаратами, средствами, чтобы потом вот эту химию случайно не скушать. И я говорила о том, что очень часто мы используем отходы с нашей кухни, это и хлебные подкормки, и подкормки с луковой шелухи, потом из продуктов питания дрожжевые подкормки, зола, обрабатывают сывороткой, молоком, всем тем, что люди считают безвредным, и не только безвредным, но даже и полезным. Вот на одной из таких подкормок мы сейчас остановимся подробно, потому что я говорила просто как в одном видео, все-все-все их соединяла, а сейчас буду говорить именно о подкормке луковой шелухой. Вот сейчас именно то время, вот, например, позавчера я спустилась в подвал, то время, когда мы проводим релизию в наших подвалах, достаем там все, что осталось, вот мы достали лук, много проросшего лука, который не успели мы употребить в свое время, конечно, все эти остатки луковой шелухи, вот у нас короб такой, было там 3 или 4 мешка лука, я не помню, мы лук-то поднимали, а шелуха вся оставалась, и вот эта шелуха сейчас нам очень пригодится, потому что раньше, когда еще не было садовых магазинов, не было всяких средств обработок, луковую шелуху никогда наши дедушки, бабушки не выбрасывали, потому что это считается и подкормкой, и средством обработки, отпугивания, от вредителей, и все. Сейчас вот очень-очень подробно расскажу о луковой шелухе. Что мы получаем, ну вот, для себя какие плюсы, используя вот такую луковую шелуху? Пахнет вкусно. Но начну с того, что мы знаем, что как и лук, так и шелуха, это же тоже часть лука, чешуйка такая, содержит много полезных веществ, которые ускоряют рост растения. И к основным достоинствам можно отнести вот то, что луковая шелуха, она стимулирует иммунитет растения, потом обладает восстанавливающими свойствами. Еще луковая шелуха имеет противовоспалительный эффект. Мы знаем, что про лук много у нас поговорок, всяких вот лук от семенедуг, говорят, ешьте лук, будете здоровы. Мы знаем, что это кладезь витаминов. И вот чешуйки тоже содержат очень-очень много всего полезного, как и вот эти сочные внутри, которые находятся, луковицы. И если у вас есть луковая шелуха, не выбрасывайте, пожалуйста, применяйте в огороде. Если вам неохота делать, например, настои, отвары, хотя сейчас я расскажу, делать очень просто. Можно просто посыпать, можно перекапывать землю с этой луковой, можно укладывать в компостные ямы, но ни в коем случае не выбрасывайте. Это вот драгоценное, тут питательные вещества, тут и здоровье наших растений. Все. Практикуется и опрыскивание, и полив под корень, и практикуется как удобрение, так и обработка от вредителей. Но тут вы не заблуждайтесь. Если я сейчас говорю про удобрение, именно про подкормки, то это не опрыскивание, не обработка от вредителей. От вредителей применяют очень высокую, большую концентрацию. Вот я сейчас буду говорить про настой, где я беру 50 граммов луковой шелухи на ведро воды, на 10-литровое. А если мы хотим именно использовать луковую шелуху как лекарство, ну вот как это, от вредителей, от грибковых, от вредителей, тогда уже мы берем 400 граммов луковой шелухи на 2 литра кипятка, заливаем, укутываем, настаиваем несколько дней, и раствор должен быть такой темно-темно-коричневый. Потом разбавляем 2 литрами воды, и потом уже опрыскиваем это от вредителей. Вот от тли, от различных, гусеницы не любят вот этот раствор, запах, все. А сейчас я говорю про подкормки, то есть про удобрения. Они менее концентрированные, их можно поливать под корень, ими можно тоже опрыскивать, но это опрыскивание уже воспринимается как подкормка, а не как лечение и не как инсектицид природный. Все. Так, можно настаивать, можно отваривать. Отваривать, конечно, немного посложнее, это подольше. Если приготовить отвар, то на 2 литра, вот набить полный стакан этой шелухи, все это, конечно, делаем примерно. Вот набьете стакан шелухи на 2 литра, прокипятите 5, ну 5-10 минут, потом откладываете в сторону, лучше всего можно укутать. И до остывания там у нас вот этот раствор стоит, вот этот наш отвар. Потом разводим в ведро воды и также применяем так же, как удобрение. Можно поливать, можно опрыскивать, но это все-таки подкормка, это не от вредителей. Я делаю настой, потому что настой делать проще. Беру вот такую 5-литровую баклажку, сейчас расскажу. Вообще рецепт вот самый простой, 50 граммов шелухи на 10 литров воды. Вот 50 граммов это примерно, все, конечно, делаем на глаз, но я свешила, у меня здесь 48 граммов. Это половина вот такого мешочка целлофанового, вот это 50 граммов. Нужно на 10 литров воды. Вот так как в ведре или в какой-то 10-литровой емкости мне неудобно, я его сейчас просто напихаю вот в эту баклажку 5-литровую, залью, простоит она у меня 5 дней, и потом этот объем я до 10 литров добавляю, и у меня получается настой 50 граммов на 10 литров. Но готовить буду в баклажке в этой. Потом этим вот настоем после полива по влажной земле делаем вот этот полив, делаем опрыскивание, хоть что. Вот такие вот луковые настои применяются и для этих, и для томатов, и для перцев. Но так как у меня луковой шелухи не так уж и много, я буду ее использовать все-таки на огурцах. Почему на огурцах? Потому что они у нас более нежны, более восприимчивы к различным заболеваниям, а вот это вот, как сказать, вот то, что восстанавливает, то, что вот противовоспалительное, оно поможет огурцам, возможно, быть менее восприимчивы к заболеваниям. Потому что томаты, они и так, к ним ничего почти не цепляется, там фитофтура, совсем обработка, совсем другая. А огурчики наши, у них бывают и какие-то корневые гнили, у них и бывает какая-то вот эта и мучнистая роса и все. Так что луковая шелуха у меня только для огурцов. Буду опрыскивать, буду поливать. Если кто хочет, можно обрабатывать от вредителей. Еще раз говорю, но нужно делать более концентрированный раствор, 400 граммов шелухи на 2 литра кипятка. Прям заливать, укутывать и 2-3 дня пусть стоит. Вы достанете, а она будет темно-темно-коричневая, как такая, в которой яйца мы красим на пасху. Потом ее разбавляем 2 литрами воды. И вот на 400 грамм шелухи получается всего 4 литра раствора. И если вы хотите обрабатывать народными средствами от вредителей, то такие обработки нужно делать постоянно, все лето, хотя бы раз в 2 недели. Они отпугивают вредителей. Тут, конечно, будет уже и противовоспалительный эффект и все. Луковая шелуха, она не может быть вредной, она принесет только пользу. Но если вот этот рецепт 50 грамм на 10 литров вы будете использовать от вредителей, то не удивляйтесь, что он, возможно, вам не поможет. Это очень слабый раствор, чтобы убить кого-то или отпугнуть. Рецептов много, но нужно, как, вы должны знать, что есть разница. Или это подкормка, или это лечение и борьба с вредителями. Все. Вот эта подкормка из луковой шелухи, еще раз говорю, можно применять на томатах, если у вас много, можно применять на перцы, можно укладывать шелуху в компостные кучи, потом, после перегнивания, там все полезные вещества все равно будут рассыпать по огороду. Можно луковой шелухой мульчировать, можно вот так накладывать прямо на грядки, и этот запах тоже отпугивает. И вот то, что у меня останется вот после этого настоя, я тоже выбрасывать не буду, а тоже где-нибудь разложу на грядки, там, где я боюсь нашествия насекомых. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это очень-очень подробно я рассказала о применении луковой шелухи. Это подкормка и вот это использование луковой шелухи. Это традиционно вот наше русское средство, очень многие ими пользуются, особенно наши бабушки и прабабушки. Все этой луковой шелухой всегда использовали. Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Все.